привет всем привет всем с вами доктор сегодня у нас в этом видео мы будем рассматривать награды за экспедиции так скажем неправильный баланс ключей и полный рендом в отношении первых вторых третьих мест то есть те кто люди выкладываются те кто стараются играют на победу ничего не получают я собирал очень долго отзывы собирал очень долго скриншоты в дальнейшем в этом видео скриншоты будет идти на заднем фоне их действительно много то есть и поэтому давайте будем потихоньку разбирать эту тему и соответственно буду вас просить об определенных условиях и требованиях которые надо выставлять к администрации смотрим ну и давайте наверное начнем а начнем мы конечно же с предыстории вообще как вы понимаете что сначала были введены просто музмейхи и был введен полигон после чего началось улучшение появились какие-то модули появились рандомные механики в общем полигон улучшали и как только довели более-менее до адекватного состояния начали искать и здесь же выходит новый режим это новый режим формата пве и здесь появляются экспедиции что же они нам вносят то есть 30 муз мехов соответственно выходят идут по засадам идут по монстрам получает лычку который дает дополнительный баф к вашему муз меху и соответственно идут первые очки охотников то есть это была такая основа то есть еще одна медаль к в рейтинге но как вы понимаете этого ну было мало поэтому нужно было придумать и систему наград за прохождение этих экспедиций и здесь же были придуманы как раз сундуки но чтобы их открывать нужно много много ключей это стандартная система как вы понимаете сундуки из дрожжи кейсы с bk здесь та же самая но тут мы сталкиваемся с такой проблемой не раз правильное распределение баланса на ключах то есть вы выходите вы сражаетесь вы занимаете топовые места с 1 там по 3 4 5 место вы очень сильно старались вы отличаетесь получаете 7 ключей и вы ждете что за весь ваш расход который вы на этой экспедиции потратили вы получите хотя бы адекватный ответ под наград но к сожалению вы получаете самую нищую награду который только есть а человек который сидел на 28 месте который проспал всю эту экспедицию получает золотой ключ тоже человек который игрался ну ну не вкладывался он просто тыкал и не получил соответственно несколько очков за свои тыки но занял 23 место тоже получает допустим зеленый ключ а вы спокойно сидите со своей 7 8 8 10 серыми ключами я считаю эта система изжила себя полностью и поэтому нужно уже говорю предлагать администрации вводить соответственно награды как это сделано в любой системе мест это награды допустим тоже эвенте война машин где за определенные места вы получаете кирпичи это те же самые места на быках где вы также получаете награды по определенным уровень чем больше вы набиваете тем больше вы награды получаете то же самое пришло время сделать и на экспедиции это хотя бы какой бы не был но это маленький его и с этим надо считаться не смотрите что я здесь как бы но не бомблю потому что по сути очень много эмоций я сам писал видео у меня вы можете найти его на канале где меня очень сильно бомбила по этому поводу очень страшно как не знаю ну я очень много потратил расходы и в ответ получил как бы большой огромный шиш ну то есть и поэтому но и меня тогда изрядно очень сильно бомбанул я записал даже видео по этому поводу из того момента решил собирать данные о том кому же так сильно не везет и наткнулся так скажем на тех на игроков которых такие же самые проблемы на заднем фоне сейчас вы видите скриншоты людей которые действительно сражаются которые приходят на экспедиции они тащат эти экспедиции они играют в основном рухами это как бы но основной ударный элемент вообще всех экспедиции и они нихера не получают сам я получается играя на сазиде играя на руки играя на титане вообще за год то есть если в среднем посчитать то есть до 5 экспедиций у вас у каждой продляется на 7 дней соответственно в 7 дней вы должны сделать эти 5 экспедиции берем 365 дней делим соответственно на 7 получаем 51 неделю в среднем там говорю 51 52 недели потом все это умножаем на 5 экспедиции и у вас получается примерно 260 ребят 260 экспедиции вы проходите в год чтобы ваши значки с муз меха не исчезали соответственно чтобы бонусы на муз мехи были и тут же берется такая ситуация то есть вы же не все соответственно 5 экспедиции вы же намного больше проходите вот ну согласитесь вы проходите наверно экспедиции 7-8 экспедиции некоторые ходят и на фарма и там больше получается но как раз и здесь кроется то что 260 экспедиции ребята в год это самое минимальное чтобы муз мех всегда был прокачан и так вот за эти 260 ребят экспедиции за все эти 260 за 2019 год я вытащил 5 золотых ключей 5 золотых ключей за весь год примерно около 80 ключей я вытащил зеленых за это время все остальное время у меня выпадали серые ключи либо ну то есть совсем не везло короче так скажем там по одному ключу либо у меня выпадала но это уже другая история а сейчас давайте еще раз рассмотрим ситуацию мехов в бою так вот мехи в бою решают зависимости от своей принадлежности титаны это большое количество жизни они должны поглощать большое количество урона и от этого же будет зависеть сколько очков получат сазиды сколько вылечит они очков сколько получается они будут поддерживать у них так проходит и руки соответственно сколько нанесли демейджа так вот первые двое могут еще играться на тычках но руки чтобы наносить много урона должны в обязательном порядке тратить расход и вот в отношении них происходит большая дискриминация то есть они не получают той награды за которой они по сути идут и поэтому на экспедициях вы не видите или так скажем долго собираете этих рухов то всегда их надо всего 6 там найти но собрать их становится просто нереально ну то есть многие сидят по 40 минут там даже больше там бывает наверное по 50 просто собирают чисто рухов то есть эти шесть рухов у нас находится так скажем в аутсайдере но и как бы после такого долгого рассуждения на тему так скажем давайте перейдем к тому что я хочу сделать в этой игре и вас прошу поддержать поехали ну и вот давайте переместимся к тому к чему я подводил в ближайшие два уровня спасибо большое ритки за предоставленный скриншот на основании его я сделал эти 7 мест многие кстати спросят почему именно 7 мест но я считаю что три места это мало 5 мест это среднее количество 7 это так скажем достойная награда а 10 это слишком много то есть было много предложений по этому поводу но вывел я вот именно такой формат потому что я считаю что это призы достойные за экспедицию вы понимаете что многие ходят и ходят соответственно боевыми ходят рухами и ничего не получают так вот это как раз награда будет в основном касаться их и вы больше видеть будете рухов на экспедициях то есть больше люди будет стараться попадать в эту семерку соответственно и брать ключи но тут же существует вторая сторона медали то есть есть такие руки которые забирают по 15 ключей по 17 ключей то есть они очень сильно сражаются они прямо бьются они сливают расход на этом но другим ключей тогда нормальных адекватных просто не достанется и поэтому 7 мест ребят 7 место и здесь же соответственно ограничение ребят не более 10 ключей в руки то есть если ты вышел рухом ты занимаешь первое место там допустим второе место занимаешь ты вырвался ты понимаешь что у тебя уже 10 ключей есть ты можешь сильно не вкладываться твои 10 ключей ты получишь то есть соответственно на всех остальных будет такое же распределение то есть по всем местам и вот давайте с первого места первое место это один золотой ключ это будет призовой ключ то есть занят занято первое место ты гарантированно получаешь золотой ключ дальше берется то есть соответственно от количества ключей награждается пятью серыми ключами то есть так как ключи надо все равно распределять и пять ключей серых это будет максимальный уровень то есть больше давать нельзя плюс добавляются в смешку то есть допустим у вас один приз это один золотой ключ соответственно будет 5 серых ключей у вас то есть это 6 ключей и оставшиеся четыре ключа могут быть либо зелеными либо могут быть зелеными золотыми но максимум 10 ключей уже будет адекватно вы можете получить два золотых ключа то есть такого но будет уже уже как-то награда понимаете она уже существенное не так как вы пришли у вас там 9 серых ключей и один зеленый знаете вот такая ситуация а здесь ну уже прям хорошо за второе место также ребят также как и за первое один золотой ключ так как человек старался он занял второе место серебряное место тоже надо выделять то есть ничего страшного в этом нету а вот ниже я бы уже золотой ключ не давал потому что часто бывает такое что первое второе место еще большая так скажем разница а в третье рух идущий третьим местом но он он попадает но он набивает уже меньше очков в разы и поэтому здесь бы я дал два зеленых ключа в гарантированном призе соответственно также плюс максимум 5 серых то есть закидывается рендом допустим первый ключ у вас выпадает серый потом допустим зеленый потом еще три серых и еще два зеленых вот так и вы получаете свои же 10 ключей но допустим у вас серы не доходит до 5 то есть это не будет такое что говорю что максимум 5 серых то есть 5 серых плюс ребята это значит что 5 серых ключей это максимум то есть из рэндома больше пяти ключей у вас уже не выпадет то есть и будет эти пять ключей и соответственно все что выпадет выше пяти ключей это уже зеленые и золотые ключи но такое скажем себе но я думаю возможно администрация не пойдет на такую блажь но я скажу как мы будем поступать то есть попробуем это сделать феврале и так четвертое место это гарантированный один зеленый ключ 5 тоже гарантированный приз зеленый ключ 6 и 7 место точно также и здесь та же самая система дальше начинает выпадать рэндом то есть соответственно один зеленый ключ следующий ключ выпадает из рэндом а может выпасть один из трех ключей которые есть у нас и соответственно дальше опять так и так далее до тех пор пока не будет собрано допустим 5 серых ключей тогда серые ключи из этой рулетки уходят и у вас появляется возможность получить зеленые ключи и получить золотой ключ ну если они есть еще оставшиеся в этой экспедиции ну и соответственно награды производить по ключам начиная с самого верха вниз то есть не так как сделано сейчас допустим там разыгрывается ну не знаю как если честно но думаю что разыгрывать именно надо сверху вниз то есть чтобы больше больше количество зеленых и золотых ключей оставалось именно у топов то есть чтобы была возможность именно сражаться за топовые места и тогда экспедиции ребят начнут идти более разнообразные то есть у вас будет не 6 рухов у вас будет 12 рухов будет всем там рухов будет титану в общем экспедиции должны измениться это должно произвести какое-то нововведение это не такая сложная схема вот который вы видите это не сложная схема это простая система наград это гарантированных призов и рэндомных призов то есть с ограничением выпадения определенного количества ну давайте наверное после всего что посмотрели в общем согласны вы мы со мной не согласны пишите пожалуйста в комментариях если вы хотели что-то изменить будем буду ждать вас на форуме а сейчас давайте подведем итоги во первых на подведение итогов прежде чем я начну все озвучивать поделитесь пожалуйста этим видео вконтакте в одноклассниках фейсбуке если есть такая возможность распространяйте его чем больше людей узнает эту информацию тем больше будет голосовать тем больше будет комментариев соответственно чем больше огласка тем сильнее будет резонанс ну а сейчас давайте к итогам систему баланса ключей надо пересматривать в соответствии с нанесенным уроном в соответствии с нанесенным вкладом в эту экспедицию все-таки экспедиция является тоже маленьким эвентом и надо награды ставить так как и есть а то тут получается ты входишь ты выкладываешься занимаешь топовые места и ничего не получаешь а человек который не игрался так скажем полу экспедиции проспал занял 25 место и получил золотой ключ ну это ну скажу я так считаю что это очень несправедливая ситуация и с ней надо в корне бороться если ты не вкладывался в эту экспедицию и ты не участвовал ты соответственно ничего и не должен получать вот такая моя специфика и для этого ребята я прошу вас перейти по ссылке которая будет в описании она будет вести вас на форум на форуме соответственно будет голосование о том что нужно ли увеличивать или корректировать систему баланса ключей если вы с чем-то не согласны то есть соответственно либо количеством наградных мест либо количеством ключей либо награду за эти места то тогда пожалуйста все отписывайтесь комментариях сделайте чтоб тема на форуме прямо была горячей она была топовой не было как в прошлый раз что там 30 человек прошло и все то есть вы никогда не дождетесь ребята отклика от администрации если вы не будете активными игроками но это еще не все на следующий месяц ребята на следующий месяц февраль я хочу чтобы вы запустили флеш мог феврале месяце то есть там вон маленький он небольшой но хочу ступы с хэштегом нет игре на руки распространяли видео и не играли на руки весь февраль я хочу чтоб мои подписчики то есть соответственно не ходили на руках но за исключением кошмарщиков ребят кошмарщиков это дело не относятся там другая система я говорю именно про сложные экспедиции если вы смотрите это видео и вы пришли то есть соответственно вы посмотрели до февраля месяца ставьте у себя под этим видео хэштег закрепляйте запись ребят везде и не ходите рухом на сложной экспедиции делайте короче скриншоты рассылайте в группы говорите что на руках теперь будет играть только одни днины то есть и в общем полностью ребят унижаем этот класс тот который должен по сути занимать топы за урон я считаю что руки очень сильно обделены наградами так что поддержите в этом флешмобе меня эта тема будет форме она будет именно с хэштегом этот хэштег будет и видео и в описании ребята нет игре на руки до тех пор пока соответственно не кончится февраль месяц если ничего не поменяется ребят мы сделаем такой же иван допустим получается в апреле месяце в июне месяце это абсолютно не важно то есть но смысл 100 чтобы это будет циклично повторяться и ну как бы у самой администрации будет уход или отплыв игроков здесь администрации только один выход либо они пойдут на какие-то уступки соответственно игрокам и сделают действительно адекватные награды либо они будут получать экспедиции без рухов с простыми как бы сливными экспедиции у них вся статистика ребята всех экспедиции есть то есть поверьте мне там статистика собирается поэтому часто улучшались все кошмарки улучшались а всегда с ложки то есть всегда все проходило это все было видно но а вы по этому хэштегу и желательно все кто просмотрел это видео поддержите ребята потому что все зависит будет от количества игроков которые к феврале присоединяться к этому флешмобу но с вами был доктор 7 счастливо участвуйте обязательно во флешмобе я на вас надеюсь а